В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Скончался за рулем и насмерть сбил пешехода. ДТП случилось в районе рынка Слободана, на улице Нижняя Дуброва. В салоне тронувшегося с парковки автомобиля Грейт Волл скончался 46-летний водитель. Неуправляемый внедорожник вылетел на пешеходную дорожку, где сбил 73-летнего мужчину, который получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Трагедия произошла в субботу, 19 января, в 14.05. Очевидцы сообщают, что в этот момент на тротуаре находилось большое количество людей. И только по счастливой случайности удалось избежать большего количества жертв. Кроме этого, водитель, который управлял автомашиной Грейт Волл, также скончался. Причины его смерти в настоящее время устанавливаются. По данному факту проводится доследственная проверка. ДТП с разливом нефтепродуктов. Утром 19 января на 327-м километре федеральной автодороги М7 «Волга» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Одним из них оказалась автоцистерна, из которой в результате ДТП произошла утечка нефтепродуктов. По имеющейся у нас информации, разлитым на дорожное полотно веществом оказался битум. В результате пришлось сливать остатки нефтепродуктов в кювет, поскольку целостность емкости пострадала, и продолжать движение с битумом автомобиль не мог. Впоследствии застывший битум должны убрать из кювета. Заниматься этим, скорее всего, будут дорожники. Пока ответа от пресс-службы управления федеральной трассы мы не получили. Также пока не ясно, откуда и куда передвигалась цистерна с нефтепродуктом. Известно только, что номера у машины с соседнего с нами Нижегородского региона. Остается только добавить, что в результате этой аварии никто не пострадал. Гул автомобильных двигателей, выхлопные газы и шум от работающих холодильников. Жители одной из высоток на улице Восточной в микрорайоне Доброе жалуются, что работа магазина на первом этаже их дома нарушает права граждан на спокойную жизнь. Так ли это? Расскажет Оксана Любимова. Каждое утро Светлану и ее семью будет не будильник, а невыносимый шум за окном. В этот магазин на первом этаже жилого дома на улице Восточной подъезжают грузовики с товаром. Причем, вопреки санитарным нормам, коробки и ящики разгружают прямо под окнами жильцов. Светлана рассказывает, из-за едкого запаха выхлопных газов невозможно открыть окна, а звуки гремящих в магазине тележек и работающих промышленных холодильников не дают спокойно спать. Шумоизоляция сделана никакой при открытии магазина. Жить очень тяжело, потому что маленький ребенок, он реагирует. Спать я вечером ее не могу уложить. Я подходила, просила вести себя потише. Они в грубой форме отвечают. Мы здесь работаем, с руководством там разговаривайте. А руководство идет на контакт? Руководство на контакт не идет, собственник магазина на контакт не идет. Светлана уже жаловалась в Роспотребнадзор. Еще в 2017 году специалисты этого ведомства официально зафиксировали превышение уровня шума и обязали руководство магазина устранить нарушения. Есть протоколы об административном нарушении, но ситуация не изменилась. Ночью это спать невозможно. Это шум от холодильного оборудования. В течение дня это разгрузопогрузочная работа под моим окном. Все, чего дождались жители, это объявление для водителей грузовиков с требованием не подъезжать к дому ближе пяти метров. Только они его как будто и не видят. Буквально в течение 15 минут съемки несколько машин с товаром подъехали прямо к дому. И только увидев видеокамеру, водители переставляли машины чуть дальше. Что вы отъезжаете? Видели видеокамеру? А что вы знаете, что разгрузка под жилыми окнами запрещена? Не знаете? Ну вот смотрите, да, наглядный пример. И таких машин штук 15-20, наверное, в течение дня идет разгрузка под моим окном жилым. Сейчас, если мы находились бы в квартире, мы слышали звук телег торговых. Будут распределять товар по складу. Нарушения санитарных норм магазинам подтверждают и в общественной организации ЖКХ «Контроль». Причем, по словам правозащитников, касаются они не только шумоизоляции. Общая канализация совместная с домом. Должна быть канализация отдельная. Вентиляция тоже объединена системой дома. Это тоже не должно быть. Мы, естественно, будем обращение делать от нашей организации в сам эпидемнадзор, чтобы вышли с проверкой. Если должных мер не будет, то, естественно, мы будем обращаться за разъяснением к главному санитарному врачу по данному вопросу. Почему персонал магазина не следит за порядком, спрашиваем у заместителя управляющей торговой точки. Наталья Гусева отвечает, что работает недавно и сама лично не видела, чтобы машины с товаром подъезжали прямо к дому. Они близко не подъезжают. Пять метров они соблюдают. Даже на пять метров соблюдать. Но мы сейчас пока снимали, подъезжают машины, только после того, как они видят камеры, они отъехали два раза. Почему так происходит? Я не вам могу ответить. Я могу дать только телефон руководству. Коммерческий директор группы компании «Эльдорадо», которая владеет этим магазином, сказал, что только от нас узнал о проблеме. А предписание Роспотребнадзора 2017 года, по его данным, было выполнено еще прошлым руководством компании. Виталий Косыгин пообещал разобраться в ситуации в ближайшее время. Нарушения были устранены еще давно. Других предписаний, к сожалению, я не видел. Я, наверное, просто встретишься с этим человеком, узнаю, какие проблемы и неудобства мы сейчас на текущий момент не составляем людям. Просто я не понимаю, я никаких бумаг не видел, никаких предписаний у меня нет. Будем встречаться, будем обсуждать, будем решать этот вопрос. Еще одна проблема жителей – это металлическая пристройка, через которую принимают товар. Согласия на ее сооружение, по словам Светланы, у людей никто не спрашивал. Вот протокол собрания собственников управляющая компания ни Светлане, ни правозащитникам не предоставила. Она сделала из металлоконструкции. Это постоянно тоже удары по металлу. Опять же, несколько было случаев зафиксированных, что неадекватные граждане залезали на эту настройку. Я летом боюсь открывать окна, да тем более в ночное время, потому что были уже случаи, что залезали. Вопрос законности пристройки собственница с помощью общественников намерена решать в суде. Кстати, правозащитники говорят, это далеко не единичный случай во Владимире. И бороться с предпринимателями в одиночку гражданам сложно. В подобных случаях специалисты советуют людям одновременно обращаться за помощью и в надзорные органы, и в общественные организации, которые могут помочь грамотно оформить все документы. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал. Предлагают уколоться. Как сообщает региональный облздрав, в связи со вспышкой заболеваемости корью во Владимирской области, всех жителей призывают привиться. По данным Роспотребнадзора, только во Владимире на данный момент лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания. Новых случаев пока нет. Среди тех, кто заразился опасной инфекцией, дети и взрослые. Вакцинация для жителей региона организована во всех медучреждениях. Привиться можно не только в будни, но и в субботу. Взрослым, которые прививались много лет назад или не помнят, болели или нет корью, тоже нужно сделать прививку. Если вы сомневаетесь, медики предлагают сдать кровь и проверить, есть ли в организме антитела. Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ, в регионе, то эпидемии пока нет. Однако эпидпорог по области превышен на 16%. Больше всего заболевших в Гусь-Рустальном, Кольчугино и городе Владимире. Только за прошедшую неделю в столице областного центра к врачу обратилось более 3000 человек. И большинство из них – дети. Проводится еженедельный мониторинг за циркуляцией вирусов. Так, на прошлой неделе по результатам клинических анализов у нас был выявлен грипп H3N2 в 4 случаях и H1N1 в 9 случаях. Также выявляется парагрипп и РС-инфекция. На прошлой неделе по приказу директора образовательного учреждения было закрыто 3 класса. По диагнозу УРВИ было закрыто 3 класса в средней школе номер 2 и 2 класса в средней школе номер 36. Что касается карантина, пока мы и к эпидемии мы еще не подходим. Порядок навели, занавески постирали. Речь идет о скандально известной Струнинской больнице. Напомню, до конца 2018 года по поручению президента там должны были закончить капремонт. Но в сроки не уложились. В минувшие выходные чиновники, медперсонал и волонтеры вышли на субботник. В работах по благоустройству приняла участие и в РИО первого заместителя губернатора Марина Чекунова. Напомним, именно она предложила врачам убраться. Хотя медики от встречи с куратором социальной сферы региона ждали несколько иных решений. И высказывание Марины Чекуновой получило широкий резонанс даже в федеральных СМИ. Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах, как они висят, какой чистоты они, когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим вам бесплатные бахилы. У меня только говорили. А о чем? Да, когда уже есть возможность прийти, чтобы обслужили, все будет нормально. Но вы сделаете тогда ремонт, поставьте, и нам же стыдно будет повесить грязные занавески, если у нас не будет такого стола. Я согласна. В настоящий момент проходит обследование этого здания. Ну, мы с вами проходим, будем говорить после этого обследования. И вот чиновники вместе с врачами и волонтерами взяли в руки тряпки и пошли мыть полы и красить стены. Участники субботника организовали уборку помещений поликлиники, обновили информационные стенды, провели работы по благоустройству вестибюля, регистратуры кабинетов врачей, холлов и коридоров. Благодаря этому пациенты теперь смогут ждать реконструкцию здания в более-менее человеческих условиях. Есть определенные действия, которые мы должны и обязаны сделать. Вот эти действия, которые привели к такому состоянию поликлиника, предыдущее руководство департамента здравоохранения почему-то не делало. И нога их сюда не стыдно. Мы приехали, посмотрели, и мы хотим поработать. Кисточка здесь ни при чем. Это действительно первый, наверное, шаг, который действительно не внесет изменений, серьезных изменений в всю систему здравоохранения. Но это тот необходимый шаг, который мы должны сделать на встречу друг другу, на встречу пациентам, чтобы показать, что даже небольшое желание, но от чистого сердца может многое что изменить. Остается добавить, здание поликлиники Струнина было построено в 20-х годах прошлого века. Капитальный ремонт ни разу не проводился. Департамент здравоохранения ожидает заключения экспертов. Если оно будет положительным, ремонт планируют начать незамедлительно и завершить уже в этом году. А теперь коротко расскажем о других новостях. Пожар в Юре в Польском. Днем 19 января на улице Связистов произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. На место незамедлительно выехали пожарные. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена кровля одной из 12 квартир. Из горящей квартиры пожарные спасли двоих человек – мужчину и женщину. Мужчина был без сознания, он надышался дымом. Пострадавших передали в руки врачей. Полностью пожар удалось ликвидировать только к 17.30. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По информации администрации Юрьевпольского района, в доме проживало 20 человек. В настоящий момент они находятся у родственников. Соберем галерею памяти вместе. С таким призывом к жителям города обращаются военные комиссариаты. Речь идет об информации об участниках Великой Отечественной войны. В главном храме Вооруженных сил России планируют разместить интерактивную экспозицию с базой данных об участниках сражения. В настоящее время ведется работа по поиску и систематизации материалов, которые лягут в основы экспозиции. Районные военные комиссариаты просят жителей города оказать содействие и до 1 февраля 2019 года принести имеющиеся в Семейном архиве фотографии родственников, которые погибли на полях сражения Великой Отечественной войны, а также ныне здравствующих участников и инвалидов, и тех, кто остался во Владимире после окончания боевых действий. Куб закрыли. Прокуратура города Владимира в судебном порядке добилась запрета эксплуатации здания. Ленинский райсуд пришел к выводу, что торговый центр Куб на улице Чайковского является самовольной постройкой. Собственника через суд уже пытались обязать снести здание, но владелец продолжал его использовать в качестве торгового центра. И теперь Владимирская прокуратура через суд добилась решения о закрытии комплекса. Перед судом предстанет адвокат. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере при оказании юридических услуг. По версии следствия, в марте прошлого года адвоката попросили защищать в суде мужчину, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении малолетних в интернете. В результате адвокат взялся за дело и обещал помочь, и даже больше. Уверил клиента, что за денежные вознаграждения ему на этапе следствия сделают такие заключения, которые в суде помогут избежать строгого наказания. За свою помощь адвокат попросил более 2 миллионов рублей. В результате клиент решил пойти к правоохранителям и рассказать о деятельности своего участливого адвоката. Правозащитника задержали, когда клиент передавал ему очередной гонорар за помощь в размере 300 тысяч рублей. Адвокат свою вину признал и вернул 2 миллиона 400 тысяч рублей. Для того, чтобы рассчитаться, правозащитнику в итоге пришлось продать квартиру. Третье в ЦФО. В эти выходные в Рязанской области прошло первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. Наш регион представляли воспитанники клуба «Самбисты» клуба имени Александра Невского. В результате владимирские спортсмены в общекомандном зачете заняли третье почетное место. Отличный результат показал Егор Юнеев, выступающий в категории 40 килограммов. Он занял первое место. Виталий Евдоклимов взял серебро. Третье место досталось Иванов Тюрину и Никите Титкову. Готов сотрудничать с разными конфессиями, выстраивать диалог с музеем-заповедником и продолжать дело своего предшественника. С журналистами встретился новый митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. До этого он служил в Новосибирске, а в конце прошлого года был направлен во Владимир вместо владыки Евлогия, который в связи с почтенным возрастом под упрошение об уходе на покой. Он управлял епархией без малого 30 лет. О своих планах и дальнейшем служении владыка Тихон рассказал на встрече с журналистами. Подробности знает Маргарита Махрова. Новому митрополиту Владимирскому и Суздальскому 70 лет. О себе рассказал, что сын фронтовиков родился в Воронеже. Рос в многодетной семье, у него три сестры – Вера, Надежда и Любовь. Учился в московской семинарии, академии, имеет степень кандидата богословия. Работал в издательстве Московской патриархии, некоторое время возглавлял Данилов монастырь. Повидал многое. В Новосибирске провел более 20 лет. Начинал в неспокойные 90-е годы. Тогда в Сибирской области совсем не было монастырей, а теперь целых семь. В Новосибирске кафедра была очень трудная, сложная. Там был один храм, фактически на город и на область, на 3 миллиона человек. Были 4 священнослужителя Русской Православной Церкви, 150 священников других религий. В числе первоочередных задач во Владимирсуздальской митрополии – сохранить историческое наследие, налаживать контакты со священниками и общественными организациями. Первое богослужение в Новом Сане Владыка Тихон совершил в рождественский сочельник в Успенском соборе Владимира. К слову, он уже успел пообщаться с уполномоченными по правам человека и ребенка. Начал встречаться с представителями других конфессий региона. Владыка подчеркнул – в решении всех вопросов и служений важен диалог. Со своим предшественником, митрополитом Евлоги, Владыка не раз встречался и до приезда во Владимир. Поддерживает общение и сейчас. С ним я тоже уже встречался в один из первых дней моего пребывания здесь. И он тоже, конечно, пообещал, что будет советовать и говорить о том, какой же он опыт имеет, чтобы и мне, как говорится, не повторять каких-то ошибок и идти вперед и делать то дело, которое он здесь делал 28 лет. Не обошел Владыкой больной вопрос отношений церкви и музеев. По всей стране, по требованию реституции, церкви возвращают прежнюю собственность. В том числе и во Владимирской области не раз поднимался вопрос о возвращении служителям культа знаменитых памятников, ставших музеями и учреждениями. Среди них Золотые ворота, Владимирский планетарий, бывшая Николокремлевская церковь, музей Хрусталя в городе Гусь-Хрустальный, бывший Георгиевский собор. Мы будем находить какие-то компромиссы. И самое главное, чтобы в этих вопросах не спешить, чтобы не возникали еще большие проблемы. Думаю, поднимать эти вопросы перед чиновниками, чтобы они подключались к этому, чтобы не только епархии и музеи здесь были задействованы. Тихон не исключил, что список объектов, которые хотела бы вернуть себе церковь, может быть расширен. Однако это вопрос времени и немалых финансовых затрат. Рассматриваются и варианты совместного использования помещений церковью и музеем, как, например, сейчас происходит в Успенском соборе. Однако не все решения зависят от церкви. Прокомментировал Владыка и нашумевшую историю с отменой в Новосибирском театре авторской постановки оперы Вагнера Тангейзер. Митрополит пояснил, что, не желая того, оказался замешан в культурно-религиозном скандале. Изначально он лишь в письменной форме передал жалобу на постановку от одной из прихожанок к губернатору, законодательному собранию в прокуратуру, чтобы там проверили, не оскорбляет ли опера чувств верующих. В итоге Минкульт снял с должности директора Новосибирского театра оперы и балета, хотя произведение и признали неоскорбительным. Церковь и не имеет никаких репрессивных институтов, и она и не может. И цензурой мы не занимаемся. Но право высказать свое нравственное отношение к любому событию церковь имеет. Как пообещал новый митрополит Владимирский Иисус Дальский, он постарается развивать миссионерскую деятельность на территории региона. Строить и восстанавливать церкви и храмы там, где это необходимо верующим. Решать этот вопрос церкви нужно в том числе с помощью поиска благотворителей и участия в государственных грантах. Не испугались ни ледяной воды, ни метели. Ночь с 18 на 19 января тысячи владимирцев встретили на водоемах области. В это время весь православный мир отмечает праздник Крещения Господня. По христианской традиции в эту ночь необходимо проводить обряд омовения. Для этого в регионе подготовили 51 купель, где купались владимирцы и сколько человек отважилось на прыжок в ледяную воду. На месте самых массовых владимирских купаний побывала Валерия Саенко. Давай, раз, два, три, три, ну что ты! Вообще классно! И бегом в палатку. Даже не полностью. Церковный обряд уже давно перерос народную традицию. Тех, кто и ледяной воды не страшится, только в одном Владимире набралось 1800 человек. Нырять готовы даже дети. Данил, несмотря на юный возраст, в крещенских купаниях толк знает. С хорошим настроем. Если честно, я уже не помню, какой раз я ходила сюда нырять. Нравится? Да. В этом году во Владимире всего три согласованных купеля по традиции. Купаются на Гусинке, Заклезменском пруду и Семязино. На озере Глубоком подкачало качество воды. Пробы не соответствуют санитарным нормам. Объект для купания закрыли. Поэтому на Семязино еще до полуночи в купеле образовалась очередь. Во льду вырубили прорубь 2 на 3 метра. Окунали сразу подвое. В этом году лед крепкий. На озерах толщина под 40 сантиметров. Поэтому обстановка безопасная. На данный момент купальня проходит все тихо и мирно. Сегодня, в течение дня, это дально купальня была свидетельствована. Она соответствует всем требованиям, которые были поставлены. На данный момент мы сами со спасателями и сотрудниками полиции непрерывно производим наблюдение. Дно у нас песчаное, очень удобное. Ну, не знаю, наверное, все сделает для людей. Единственное, вот хорошо сейчас немного снега, хоть пропало, а то снег шел ужасный. Днем, конечно, было тепло. Немножко поморозится, конечно, но погода сама себе матушка. Погода действительно подкачала. До полуночи во Владимире была сильная метель. Отогревались купающиеся около костров и в теплых раздевалках. На Семязино их две. Женская и мужская. В каждой тепловые пушки. Рядом с озером развернули полевую кухню, кормят гречневой кашей, пирожками и сушками. На всех желающих заготовили самовар на 45 литров. Из согревающих напитков только чай. Спиртное накрещение категорически запрещено. Против практики купаться под шофе выступают и священнослужители. Крещенские купания – это обряд, в первую очередь, духовного очищения. Подтверждают это и владимирцы. С 55 начала купаться, и вот до сих пор. Прекрасно себя чувствую, очень даже хорошо. Есть какие-то секреты, как проще пережить холодную воду? Заниматься спортом. Спортом и меньше кушать. Вылюдить, как говорится, христианский образ жизни. Закаливание, здоровье, традиции, праздник. В принципе, и все. Есть. Ощущения, легкости, свежести. Вы просто заходите, и вам не холодно. Главное – просто зайти. Главное – хотеть этого. И все. Когда холоднее? Когда мороз крепкий на улице? Или вот когда такая холодная? Сейчас холоднее. При морозе жарко, сейчас холодно. Поддержал крещенскую традицию губернатор Владимир Сипягин. Он приехал с визитом в Спасо-Преображенский монастырь Мурома. Глава региона трижды окунулся в купель на городской набережной Аки. Всего же в области, в ледяной воде, в эту ночь искупалось 21 тысяча человек. Пройти обряд очищения можно было до трех часов утра. Валерия Саенко, Александр Мажаров, Шестой канал. Советские автомобили на полотнах. Художник Максим Бурыка открыл свою первую персональную выставку. В экспозиции представлено 40 работ молодого мастера. Где художник находил авто натурщиков, расскажет Екатерина Корнилова. Своих натурщиков Максим находит в родном поселке Садовый. Здесь и легендарная «Волга» и известный трактор «Беларусь». В центре внимания советские автомобили и сельскохозяйственная техника. Всего 40 работ. Большинство картин нарисованы маслом, потому что признается художник. Масло просто удобнее, как механизм, как инструмент. Просто передача цвета и воздуха, и объема. Максим родился в семье художников и с детства увлекался рисованием. Позже, когда поступил в Суздальское художественное училище, решил полностью связать свою жизнь с искусством. Машинами Максим также увлечен с детства. Потому на первой персональной выставке решил объединить обе страсти. Выставка «Техника на фабрике» — это картины прошлых лет, от 2010 до 2016 года. Сейчас Максим свое вдохновение находит в другом. Было в голове какой-то такой стереотип. Я же машину рисую, мне нравится, делаю, 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 что-то чувствую, что-то вроде бы не то. А проезжал мимо поля, на котором были стоги. И вот, представляете, осень, вот эти стоги, небо такое очень насыщенное, без облаков. Я мимо проезжаю, думаю, вот бы нарисовать. Ну, еду машиной. И три или четыре дня ездил, как бы обманывал себя. Потом думаю, а там ничего не получается, а хочется это. И просто вот, как бы, вот осень я рисовал просто вот стоги, поля, там, небо. Несмотря на то, что основные деньги Максим зарабатывает именно ремеслом художника, молодой живописец нередко работает и бесплатно. Максим — волонтер. И периодически он с друзьями совершенно бескорыстно расписывает стены в детских больницах, чтобы юные пациенты, глядя на их яркое творчество, быстрее поправлялись. Главное в его работе то, что оно одновременно является любимым в хобби. Каждый человек должен иметь хобби, но хобби, оно носит какой-то такой сопроводительный характер человека. Здесь, ну, я не скажу, просто есть периоды, когда я рисую, а когда не рисую. Вот и все. А так, чтобы это как вышивание там каждый вечер, ну, это не так. Пока первых посетителей на выставке немного. В основном это родственники и друзья. Но в числе первых посетителей и председатели областного отделения Союза художников. Зальчик совсем небольшой, конечно, да, но мне кажется, вот достойное помещение для молодых художников, которые могут себя показать, ну, и как-то себя выдвинуть, так скажем, да. А Максим Бурыков, он частенько у нас выставлялся на выставкомах областных выставок. Часть работы, по-моему, проходили, часть нет, возможно, да. Но я так думаю, что у него хорошая перспектива, в принципе, для дальнейшего творческого какого-то взлета, так скажем. Персональная выставка Максима Бурыки продлится до конца января. Увидеть экспозицию может любой желающий совершенно бесплатно. Техника на фабрике ждет своих зрителей по адресу. Улица Сака-Иванцетти, 50. Екатерина Корнилова, Егор Хребко, 6 канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Оставайтесь с нами, до встречи и берегите себя. Сегодня ночью у Владимира будет облачно, выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 1 градус. По прогнозам синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит 5-7 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 80%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова